Домашние животные Домашние питомцы 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 Будем начать обсуждение этого безумного, жаркого, неприятного в некоторых случаях лета. Давайте посмотрим сюжет, а затем продолжим нашу беседу. Такого подарка от матушки природы никто из нас не ожидал. Вопрос «как там у вас с погодкой?» стал самым популярным этим летом. В неравный бой с солнечным пеклом вступили владельцы домашних животных. Одно спасение было приобретенность индивидуально для них кондиционера. Если бы не это, конечно, им было бы очень тяжело. Особенно вот этому шустрому мальчику, который очень тяжело переносит жару. Такое непростое лето наша собака перенесла непросто. Температура высокая, счастья у нас много. Приходилось пользоваться всякими способами преодоления. Пили водички побольше, угощали мороженым. Но все же, несмотря на все старания владельцев домашних питомцев, отказаться от медицинской помощи не удалось. Наоборот, количество обращений в ветеринарной клинике по сравнению с прошлым годом возросло в несколько раз. Аномальная жара стала очень серьезной проблемой для возрастных животных, для сердечников, так как идет повышение давления, нарушение кровообращения, с которым не всегда животные могут самостоятельно справиться. С первыми признаками теплового удара к ветеринарам обращаются каждый день. Чаще всего обращались животные с природными предрасположенностями, с природным строением дыхательной системы. Это брахиоцефальные животные. Это собаки породы мопс, собаки породы пекинес, французский бульдог. То есть те, у которых так называемая приплюснутая марточка. В северной части России пик лета уже позади. Но кое-где пекло будет стоять еще весь август. Некоторые животные не смогли перенести аномальную жару. Вот такой сюжет с таким грустным, грустными словами в конце. Животных много погибло действительно в это лето. Скажите, пожалуйста, кто чаще всего, какие породы, не знаю, кошек, собак, чаще всего к вам обращались за помощью? Может быть, это были птицы? Ну вот сюжет как раз, доктор в этом сюжете, она как раз обозначила животных, которые наиболее склонны к проблемам, связанным с повышением температуры окружающей среды. Это связано с тем, что с особенностями физиологии собак. У собаки нет потовых желез. Охлаждается собака. Именно вот если мы сейчас говорим о собаках, да, животное охлаждается через язык. То есть каким образом это происходит, да, соответственно, открывается рот. Спасибо, кажется, ой! Вот высовывается длинный язык, да. И так сказать, учащенное дыхание, влажный язык является кондиционером собачьего организма. Небольшое количество потовых желез расположено между подушечек пальцев. Но они несущественны в этой ситуации. Поэтому животные, которые физиологически приспособлены к этому хорошо, они аборигенного строения. Что мы называем аборигенным строением? Это длинная морда, в которую помещается длинный язык. Потому что площадь языка, она должна быть адекватна площади, общей площади собаки. Тогда этим животным легче обеспечить себе охлаждение организма. То есть у Баси не было проблем? У Баси не было проблем, на самом деле. Конечно, он не лежал на самом санцепёке, но он вполне нормально находился в квартире без кондиционера. Когда человек в силу каких-то причин, своих прихотей, начинает изменять организм животного, не только... Вы имеете в виду генетически? Он начинает изменять генетически, выщепляя или, так сказать, выводя особи, которые удовлетворяют его эстетическим потребностям. Кому вот не повезло больше всех? Вот тут наступают проблемы, да. Это брахиоцефала. Это животные, о которых говорила доктор, с укороченной мордой. Потому что получается такая ситуация. Морда укорочена, соответственно, укорачивается язык. Соответственно, площадь языка уменьшается. Плюс ко всему, у них затруднено вот это вот физиологически нормальное вываливание языка. То есть когда животному очень жарко... Там он еле-еле появляется на самом деле. Когда животному жарко, да. Он язык, вот очень многие могут даже владельцы наблюдать, когда язык достаточно, так сказать, далеко высовывается из пасти. У этих животных этот процесс нарушен. Поэтому площадь, охлаждающая его собственного кондиционера, она уменьше. Это первый момент. Второй момент. У них проблема с физиологической отдышкой. В связи с изменением строения воздухоносных путей, у них часто страдает дыхательная система. Все, у кого нос сплющенный. Все, у кого брахиоцефал, это все, у кого короткий нос. И как следствие, у них страдает воздухоносная вся система, вся бронхолегочная система. В силу особенностей этого строения. И как следствие, страдает сердечно-сосудистая. То есть им экстремальная ситуация, связанная с повышенной вот этой вот нагрузкой на сердечно-сосудистую и на дыхательную систему, организм с ними не справляется. Это, как уже было сказано, французские бульдоги, пекинесы, английские бульдоги. Дальше ситуация усложняется еще следующим моментом. Весом животных. У нас очень многие животные страдают избыточным весом. Владельцы их перекармливают. Как только увеличивается вес, увеличиваются сразу все проблемы, которые мы, так сказать, вот только что с вами перечислили. Это проблемы с дыхательной системой, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Излишний вес усугубляет процентов на 30-40, если не больше. Не побоюсь этого слова. Это хорошо, что мы говорим об этом сейчас. По крайней мере, наши телезрители увидят и примут это к сведению. Да, то есть у собаки, которая страдает, и у кошки, которая страдает лишним весом, это проблемы усугубляются. Марина, ну сразу же хочется спросить, что же делать? А может быть иначе? Может быть сейчас мы скажем, что мы делали неправильно? Давайте скажем, что мы делали неправильно, а потом поговорим, что делать. Это не очень много времени займет. Что может предпринять человек в первую очередь? Можно перебью? Я просто прочла вчера и ужаснулась, что практически 70% животных погибли из-за халатности своих владельцев. Понимаете, тут нельзя так узко очертить проблему. Люди, которые так поступали, это говорит об их просто безответственности, я считаю. Я так думаю, что, наверное, таким людям они погорячились. Наверное, далеко не всем можно иметь животных. Потому что, когда человек заводит животное, он должен понимать, что животное само кран не откроет. Конечно. Из автомобиля не выйдет. В туалет захочет, как бы, извините меня, когда человек думает о животном, он должен подумать о том, как он может себя ощущать в этой ситуации. И когда люди научат ставить себя на место своих животных, тогда, может быть, что-то сдвинется с мёртвой точки. Потому что есть ответственные люди, есть те, которые могут это делать. А есть люди, которые совершенно, они считают, что, ну, животное – животное. Ну, я бы дала совет, наверное, воздержаться им от содержания каких-то животных. Потому что кто-то по разным причинам. Кто-то берёт, потому что модно. Кто-то берёт, потому что надо охранять. Хотя это тоже всё очень сомнительно. Поэтому, как бы, животные страдают очень часто по вине людей. Машины закрытые – это бич вообще для нашей страны. То есть вы сталкивались с такими случаями? Я сталкивалась с этим, да. Я знаю, что за границей они даже не спрашивают ничего. Просто подходят, если они видят закрытые окна летом, и собака в машине, разбиваются окна в Европе. Просто подходит полицейский и разбивает окна. Без вопросов. Даже никто не ждёт эту машину, там, на хай-владельцев и так далее. И самое главное, что это характерно не только для нашей страны. Я не говорю, что вот у нас это. У нас просто это очень, так сказать, лето жаркое показало, что у нас много безответственных людей. Но за границей таких тоже полно случаев. Приезжают люди на выставки, на крупные выставки. И я сама была свидетелем, как постоянно это там... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Значит, номер такой-то, подойдите к машине. Немедленно, немедленно. Ух ты, красота какая. Немедленно, немедленно. Да? Вася, ты красавец. Потому что собачке некомфортно вот собачке... Сейчас мне кажется, ему очень комфортно. Марина, с какими вы ошибками сталкивались вот в это лето, когда приходят к вам, например, посетители, и вы просто ужасаетесь вообще тому, что вам говорит владелец? Ну, вот я, например, ужасаюсь тому, что вот мне владелец говорит. Вот вы знаете, я проехал с ней на велосипеде. Да, вот мы ездим с ней на велосипеде, я поехала, проехала по парку. И вдруг, а вот ей стало плохо там, она упала, и вот совсем все плохо. Что же такое происходит? То есть, опять же, человек решил, что он по тенистому парку, ну, вот у нас, например, в городских условиях это сосновка, да, он проедет на велосипеде и... В сопровождении собаке. В сопровождении собаке надо, да, неважно там, он хочет ее физически, надо же физически. Ну, когда я спрашиваю, собственно, а зачем, ну как же, надо же физически. То есть, он совершенно не понимает, что вечер, что, может быть, жара, она все равно не такая, как на солнцепеке, но она жара. Животному очень тяжело. Все животные в природе в жару уходят куда угодно, под всякие там ветки, деревья, как можно дальше от солнца. И даже если солнца нет, то никакое животное не будет носиться, играть и тратить драгоценные силы своего организма на то, чтобы охлаждать свой организм при жаре. Что он делает? Собаке выхода нет. У собаки выхода нет, она просто делает то, что нужно хозяину. То, что говорит хозяин. И поэтому она бежит, бедная, из последних сил, уже охлаждая, как только может. И, соответственно, конечно, здесь не выдерживают уже ни сердце, и плюс тепловой удар может быть в такой ситуации. Но в большинстве случаев здесь сердечные какие-то дела, как правило. Что еще поражало? Например, не оставляют воду, как вы уже сказали тоже. Забыли. Забыли налить воды. То есть ушли на целый день, все окна закрыли, а окна закрыли. И вот они пришли домой, и что? Животному плохо там... Животное ведь может и в окна руках? Да, оно может быть бессознание, но это реже, когда уже совсем все плохо. Обычно это совершенно такое вот снижение всяческих реакций. Неадекватно она реагирует, она практически вообще не реагирует. Она лежит таким пластом просто, тяжело дышит, как правило. Иногда бывают моменты, когда оно уже... Уже слабость такая, что даже тяжелого дыхания нет, но оно просто как тряпочка. Просто как тряпочка. Как правило, бледные и слизистые. Бледные и слизистые. У сердечников они могут быть синюшные, там, при дыхательной недостаточности. Но когда уже вот процесс, так сказать, развивается, при тепловом ударе они бледные. И, в общем, конечно, это ситуация, когда нужно немедленно принимать какие-то меры. Немедленно. Даже до прихода врача. Итак, Марина, давайте подытожим и еще раз назовем все ошибки, которые мы совершили за это лето. Итак, наши животные оставались дома без воды, что сказывалось на здоровье наших домашних питомцев. Да. Мы оставляли их в закрытых помещениях и автомобилях. Да. Что еще? Мы их брали на прогулки днем или даже вечером, когда нам казалось, что прохладно. И тем паче давали им какие-то физические нагрузки повышенные. Хорошо. Что еще мы делали неверно? А кормили мы правильно? Мы брали их на пляж. Убрали на пляж, да. Пляж как бы не решает проблемы при сильной жаре. Это надо животное бесконечно держать в воде, потому что при отсутствии какого-либо ветра, это тоже, наоборот, даже очень мокрая шерсть, она способствует перегреву, когда она ничем не обдувается, так сказать, извиня каким-то там ветерочком. То есть это наши ошибки? Да. Хорошо. Марин, я предлагаю нам немножко прервать нашу беседу и посмотреть сюжет. Давайте. Там будет еще одна ошибка. У меня были исцарапаны все руки, все вот здесь вот. Это я на свой день рождения ходила такая. Вот еще вот такая есть фотография. Мы даже чем-то похожи, кто-то говорил. Она грезила о кролике и даже сделала тату с изображением любимого мультперсонажа. Кроличий фанатизм ограничивался мягкими игрушками, пока на день рождения Оле не подарили настоящего ушастого питомца. Чуби стала не просто членом семьи, а источником хорошего настроения и центром внимания. Я вот смотрела на это чудо, когда мне ее принесли, и думаю, господи, что мне с ней делать? Чуби было уже почти пять месяцев, когда они встретились с Солей. Ушастая любимица долго привыкала к новой обстановке, что очень расстраивало новоиспеченную хозяйку. Со временем сердечко гордой крольчихи оттаяло. Но идиллия в отношениях этой парочки продлилась недолго. Первое их совместное лето, и вот уже от прежней дружбы не осталось ни следа. Солнечное пекло поссорило наших героев. Он признает, боится меня. Считает, наверное, просто монстром каким-то. Когда столбик термометра перевалил за 30, Чуби перестала есть. Даже к любимому лакомству, медовым палочкам, она неожиданно охладела. Когда любимая крольчиха отказалась пить воду, Оля решила пойти на крайние меры. Ну, стала поить ее из пипетки. Приходилось брать ее, просто укладывать на руки, держать. И поила. Еще первые разы посидела спокойно. Но потом она поняла, что ей это очень не нравится. И стала уже бояться этого всего. Дергалась, царапала меня. Оля уверена, Чуби на нее обиделась и больше ей не доверяет. Получается, от жары она ее спасла, а вот дружбу не уберегла. Возникает вопрос, как же правильно вести себя с домашним питомцем, если без крайних мер не обойтись. Неужели каждый раз после очередного спасения жизни доверие и дружбу придется восстанавливать с нуля? Что скажете? Ну, вы знаете, к сожалению, многие животные, это касается не только кроликов, они далеко не всегда, скажем так, понимают, что им помогают. Ну, стоило ли так насиловать животное водой? Думаю, что нет. Возникает водой, но не хочет есть, не хочет пить. Тут ситуация такая, ситуация, безусловно, уже ненормальная. Если от жары животное отказывается есть и пить, на него стресс, таким образом, у него стресс от жары, стресс от жары у организма. Защитные механизмы организма включаются, и животное отказывается от воды, от еды. Если при этом животное чувствует себя прилично, как бы, нету никаких признаков, что ему плохо, какая-то одышка, которая может насторожить владельца, тяжело, то есть, в общем, обычное поведение. Просто оно более вялое и более куда-то пытается полежать и куда-то уйти. То в данной ситуации лучше какими-то способами обеспечить ему понижение окружающей температуры. То есть, это могут быть всякие, например, в случае с кроликом, это может быть, например, замороженные в морозилке, там, вот эти вот пакеты, специальные пакеты со специальным гелем, который используется для охлаждения в сумках-холодильниках. То есть, можно было этот пакет разместить у неё в клетке, да? Не в клетке, а под клеткой. Тогда у неё будет, ну, тоже надо знать меру, естественно, и понимать, что животное может при этом простудиться. Там замёрзший кролик. Там может простудиться оно просто. Поэтому это должно быть толстый слой опилок, но каким-то образом это просто, если, допустим, жара стоит несколько дней, это решает проблему как-то. То есть, какие-то кондиционеры. Но это неэффективно, потому что споить с животным, особенно кроликом, столько жидкости, сколько ему нужно, это достаточно проблематично, сложно. И дополнительно к стрессу организма от жары вы ещё добавляете стресс от такого поведения владельца, потому что животное элементарно боится. Конечно, ей не понравилось. Она боится, да. Ей насилие, вообще в любом случае насилие животное воспринимает очень плохо. И когда над ними что-то делают насильно, даже им во благо, у них очень часто бывают психологические травмы потом на всю жизнь. Поэтому тут надо с умом всё делать. Марина, итак, мы вроде бы все ошибки назвали с вами. Теперь что нам делать? Вдруг лето окажется таким же жарким следующее? Ну... Что делать этим маленьким собачкам, у которых нет длинных и хороших языков? Ну, вот нужно обеспечить всё-таки им, вот, продумать, хозяевам, если мне безразлично их самочувствие, их животных, так сказать, дальнейшая их судьба, всё-таки продумать, каким образом охладить воздух хотя бы в одной комнате. Ну, пусть это будет кондиционер. В общем-то, некоторым образом спасали вентиляторы. Ну, их тоже, естественно, конечно, ничего не было в продаже. Очень сложно достать, когда это всё бывает в этих случаях. Но, тем не менее, вентиляторы, да, какие-то... То есть, максимум, приложить максимум сил для охлаждения к помещению, в котором животное находится более длительное время. Значит, если у вас собака относится к породам группы риска, по всяким вот этим вещам, как брахиоцефал, избыточный вес, мелкая собачка... Собака в пожилом возрасте. Собака в пожилом возрасте, да. Если вы едете в такую жару в какие-то дальние поездки, вы должны предусмотрительно взять с собой вот эти пресловутые вот эти плоские пакеты, замороженные в морозилке. Потому что когда собака... Вы видите, что... Ну, как бы, видите, есть ситуация, когда человек видит, что что-то не в порядке, но ещё криминала нет. Охлаждать собаку можно, завернув этот пакет замороженный в какую-нибудь тряпочку любую и положив на какое-то время с перерывами, надо там, положили на 15 минут собаки в пах. В пах. В пах это вот это вот место... Баса, иди сюда. Иди скорей, быстренько. Скорей, скорей, скорей. Давай, давай, давай. Демонстрационная наша собака. Лежать. Давай, ну, ложись, я посмотрю. Пах это вот у собаки вот это место между вот животиком и бедром. Именно так, чтобы вот этот охлаждающий пакет лежал на внутренней стороне бедра, потому что здесь проходят крупные сосуды. На самом деле это хорошо, что вы это и показываете, и говорите, потому что вот многие положили этот пакет на голову, на лапы. На голову тоже. Можно? Да, можно, да. Но просто здесь проходят крупные артерии. Как правило, здесь нет даже у жирных собак слоя жира, и поэтому крупные сосуды начинают быстро охлаждаться, и, собственно... И собака приходит в себя. Это облегчает ситуацию, да, кровь начинает охлаждаться. Но тут тоже надо знать меру, потому что так можно заморозить и довести там до воспалительных каких-то процессов, если человек просто взял и положил. Да, и совсем получим другой результат. Да, я почему всегда говорю о том, всегда, на каждой передаче, что очень осторожно надо что-либо рекомендовать, потому что каждый человек понимает сказанное в меру возможности своих. Я ни в коем случае не хочу никого обижать, но когда у человека нет медицинского образования, он какие-то вещи может истолковать превратно же, что мне бы не хотелось. Но, безусловно, охлаждать как угодно. А затем нужно к ветеринарному врачу на приём? Обязательно, конечно, потому что при тепловом ударе старается лично-сосудистая система, и животное, которое вот таким образом как-то, вот у него есть такие проявления какие-то клинические, оно требует обязательно дополнительного введения специальных препаратов и всего-всего-всего. Но чтобы довести его живого, какие-то вещи можно там из подручных средств тоже тот же волокордин накапать. Марина, теперь давайте поговорим о зиме. Ведь синоптики обещают морозы, скажем так, аномальные морозы. Как нам подготовиться? Ну, в общем, к морозам большинство животных, опять же, аборигенного строения, скажем так. Они перенесут. Они переносят их гораздо легче, чем легче. Конечно, а то, которые живут в доме, естественно, у них таких проблем не будет. Ну, какие проблемы? Проблемы, опять же... С выгулом, например, если будет минус 30, и собака не умеет, скажем так, писать на простыночку. Ну, значит, в таких случаях, как правило, надо обращать внимание на животных, у которых короткая шерсть. Конечно, их нельзя. Их надо каким-то образом, если вы идёте там даже на 30 минут, да, ну, можно одеть какую-нибудь жилетку тёплую, да. Хотя, в принципе, это не защищает лапы, но ходить в каких-то там... Ну, сейчас уже и сапоги есть для собак. Ну, вы знаете, что, честно говоря, моё мнение, это... Ну, это извращение, и это никому не нужно, на самом деле. Это нужно только в тех случаях, когда у животных какие-то аллергические реакции на реагенты, на соль, на мазут и так далее. Ну, или повреждения на лапах. То есть это повреждение на лапах, какая-то необходимость в таких вот вещах. Потому что это всё очень плохо. То есть можно надеть жилетку, какой-нибудь комбинезон для маленьких, если совсем уже. Да, но маленькие собаки, там комбинезоны, в общем, это уже десятое дело. Они не ходят, первое, что у них мёрзнут, это лапы. Но даже их не спасают, в общем-то, ботинки. Потому что в ботинках, как правило, ходить неудобно, и это не всегда нормальная прогулка. Хотя для маленькой собачки, которая не писает дома, это может быть выходом. Приучить её к ботинкам, есть всякие хорошие ботинки, которые не скользят, чтобы она могла вот 10-15 минут там сделать свои дела. Да, больше ей не понадобится времени. Да, вот как вариант какой-то. Но если вы идёте уже на какую-то длительную прогулку, там градусов 25, если у вас собака с короткой шерстью, даже крупная собака, но с короткой шерстью, конечно, лучше всё-таки какую-то жилетку ей одеть. Потому что очень часто животные выгуливаются достаточно. При 25 градусах хозяева гуляют, и долго, и час бывают, они бегают. Вообще для животного самое главное в мороз – это не стоять и не сидеть. То есть я очень много знаю животных, которые без всяких жилеток и на охоту ездят, и в снегу, и короткошерстные, и по два часа гуляют, и ничего с ними не происходит. Но при этом они даже не мёрзнут, если погода не влажная. И если они всё время двигаются. То есть для собаки главное движение. Вот эта картина, когда стоят хозяева. Да-да-да, общаются, владельцы. Они вышли погулять с собаками, вот они стоят между собой, час пообщались и расходятся. Собака рядом сидит. И вот собаки либо сидят рядом, либо они ходят, потому что далеко не каждая собака вышла на прогулку, чтобы побегать со своим сородичем. А когда хозяин двигается, она всё равно будет двигаться, что-то там нюхать. То есть для животного главное – движение. Росквозняки очень кратенько. Очень многие животные, когда в квартире топят батареи, у нас получается, что в квартире очень жарко. Люди открывают двери. Да, и все-таки форточки. И форточки, и животные, особенно у тех, у которых такой хороший шёрстный покров, они постоянно ложатся там, где прохладнее. Они пытаются лечь на кафель в ванной, они пытаются лечь в прихожей, где как раз под дверь, где самый-самый сквозняк. И что, проблема в чём? Они простужаются чаще всего уши. Они приходят с отитами, когда они лежат. Это очень неприятное заболевание. Они очень длительно лечатся, часто переходят в хроническую форму. И это очень… Это почему я об этом говорю, это очень частая ситуация, с которой встречается вид врач. Очень часто, когда начинаешь спрашивать. Вот. Ну и, конечно, там более ослабленные собаки могут и заболеть, и простудиться, и пневмония, если они ложатся на сквозняк. Но, как правило, ложатся на сквозняк собаки лохматые. Поэтому они ложатся, голову пытаются куда-нибудь пристроить, в уши им надувают, потому что всё остальное у них хорошо, в общем, защищено. Вот, что я хотела сказать ещё про зиму. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Спасибо вам большое за вашу прекрасную передачу. Спасибо. Поднимайте эти вопросы. Потому что это важно. Такие важные, да. Потому что это важно. Уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. И до новых встреч. Берегите себя и своих питомцев. Батя у нас молодец. Я, конечно, пережила в доме одностоящее время, и не ваше платье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ...с повышенной вот этой вот нагрузкой на сердечно-сосудистую и на дыхательную систему, организм с ними не справляется. Это, как уже было сказано, французские бульдоги, пекинесы, английские бульдоги. Да. Дальше ситуация усложняется ещё следующим моментом. Весом животных. У нас очень многие животные страдают избыточным весом. Владельцы их перекармливают. Как только увеличивается вес, увеличиваются сразу все проблемы, которые мы, так сказать, вот только что с вами перечислили. Это проблемы с дыхательной системой, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Излишний вес усугубляет процентов на 30-40, если не больше. Не побоюсь этого слова. Это хорошо, что мы говорим об этом сейчас. По крайней мере, наши телезрители увидят и примут это к сведению. Да, то есть у собаки, которая страдает, и у кошки, которая страдает лишним весом, это проблемы усугубляются. Марина, ну сразу же хочется спросить, что же делать? А может быть иначе? Может быть сейчас мы скажем, что мы делали неправильно? Давайте скажем, что мы делали неправильно, а потом поговорим, что делать. Это не очень много времени займёт. Что может предпринять человек в первую очередь? Можно перебью. Я просто прочла вчера и ужаснулась, что практически 70% животных погибли из-за халатности своих владельцев. Понимаете, тут нельзя так узко очертить проблему. Люди, которые так поступали, это говорит об их просто безответственности, я считаю. Я так думаю, что, наверное, таким людям они погорячились. Наверное, далеко не всем можно иметь животных. Потому что, когда человек заводит животное, он должен понимать, что животное само кран не откроет. Конечно. Из автомобиля не выйдет. В туалет захочет, как бы, извините меня, когда человек думает о животном, он должен подумать о том, как он может себя ощущать в этой ситуации. И когда люди научатся ставить себя на место своих животных, тогда, может быть, что-то сдвинется с мёртвой точки. Потому что есть ответственные люди, есть те, которые могут это делать. А есть люди, которые совершенно, они считают, что, ну, животное-животное. Ну, я бы дала совет, наверное, воздержаться им от... Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа о домашних животных в Зооакадемии. Я и ведущая Елена Скрипник. Сегодня мы вспомним аномальную жару этого лета. Ведь не секрет, что мы не были к ней готовы. Ни мы, ни наши домашние питомцы. И поговорим о предстоящей зиме. Итак, тема нашей сегодняшней программы – работа над ошибками. С большим удовольствием представляю гостя нашей студии. Известный ветеринарный врач Марина Масальская вновь у нас в гостях. Я очень этому рада. Марина, спасибо, что пришли. И пришли не одна, а со своим домашним питомцем. Наконец-то мы дождались. Представляете? Да, сегодня мы с одним из моих домашних питомцев. Это резиншнауцер Баски. Вот очень замечательный, любимый, очень любимый и любящий резиншнауцер. Член семьи полноправной. Очень замечательный собак. Ему 4 года. 4 года. Это считается подросток? Нет, 4 года это считается, так сказать, молодым мужчинам в полном расцветии силы. Марина, вы согласны с тем, что мы не были готовы к такому жаркому лету? Да, конечно. Для нашей средней полосы это было очень тяжкое испытание. Конечно. И для людей, и для животных. Хорошо. Ну а сейчас я предлагаю, прежде чем начать обсуждение этого безумного, жаркого, неприятного в некоторых даже случаях лета. Давайте посмотрим сюжет. Затем продолжим нашу беседу. Такого подарка от матушки природы никто из нас не ожидал. Вопрос, как там у вас с погодкой, стал самым популярным этим летом. В неравный бой с солнечным пеклом вступили владельцы домашних животных. Одно спасение было приобретенность индивидуально для них кондиционера. Если бы не это, конечно, им было бы очень тяжело. Особенно вот этому шустрому мальчику, который очень тяжело переносит жару. Такое непростое лето наша собака перенесла непросто. Температура высокая. Содержание каких-то животных. Потому что кто-то по разным причинам. Кто-то берет, потому что модно. Кто-то берет, потому что надо охранять. Хотя это тоже все очень сомнительно. Поэтому как бы животные страдают очень часто по вине людей. Машины закрытые, это бич вообще для нашей страны. То есть вы сталкивались с такими случаями? Я сталкивалась с этим, да. Я знаю, что за границей они даже не спрашивают ничего. Просто подходят, если они видят закрытые окна летом, и собака в машине, разбиваются окна в Европе. Просто подходит полицейский и разбивает окна. Без вопросов. Даже никто не ждет эту машину, там, на хай-владельцев и так далее. И самое главное, что это характерно не только для нашей страны. Я не говорю, что вот у нас это. У нас просто это очень, так сказать, лето жаркое показало, что у нас много безответственных людей. Но за границей таких тоже полно случаев. Приезжают люди на выставки, на крупные выставки. И я сама была свидетелем, как постоянно это там... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Номер такой-то, подойдите к машине немедленно, немедленно. Ух ты, красота какая. Медленно, немедленно, да? Откроете. Красавец. Потому что собачке некомфортно. Сейчас мне кажется, ему очень комфортно. Марина, с какими вы ошибками сталкивались вот в это лето, когда приходят к вам, например, посетители, и вы просто ужасаетесь вообще тому, что вам говорит владелец? Ну, вот я, например, ужасаюсь тому, что вот мне владелец говорит. Вот вы знаете, я проехала с ней на велосипеде. Да, вот мы ездим с ней на велосипеде, я поехала, проехала по парку. И вдруг, а вот ей стало плохо, там она упала, и вот совсем все плохо. Что же такое происходит? То есть, опять же, человек решил, что он по тенистому парку, ну, вот у нас, например, в городских условиях это Сосновка, да, он проедет на велосипеде, и сопровождение собаке надо, да, неважно, там, он хочет ее физически, надо же физически. Ну, когда я спрашиваю, собственно, а зачем, ну, как же, надо же физически. То есть, он совершенно не понимает, что вечер, что, может быть, жара, она все равно не такая, как на солнцепёке, но она жара. Животному очень тяжело. Все животные в природе в жару уходят куда-то между подушечек пальцев. Но они несущественны в этой ситуации. Поэтому животные, которые физиологически приспособлены к этому хорошо, они аборигенного строения. Что мы называем аборигенным строением? Это длинная морда, в которую помещается длинный язык. Потому что площадь языка, она должна быть адекватна площади, общей площади собаки. Тогда этим животным легче обеспечить себе охлаждение организма. То есть, у Баси не было проблем? У Баси не было проблем, на самом деле. Конечно, он не лежал на самом солнцепёке, но он вполне нормально находился в квартире без кондиционера. Когда человек в силу каких-то причин, своих прихоти, начинает изменять организм животного не только... Вы имеете в виду генетически? Он начинает изменять генетически, выщепляя или, так сказать, выводя особи, которые удовлетворяют его эстетическим потребностям. Кому вот не повезло больше всех? Вот тут наступают проблемы, да. Это брахиоцефала. Это животные, о которых говорила доктор, с укороченной мордой. Потому что получается такая ситуация. Морда укорочена, соответственно, укорачивается язык. Соответственно, площадь языка уменьшается. Плюс ко всему у них затруднено вот это вот физиологически нормальное вываливание языка. То есть когда животному очень жалко... Там он еле-еле появляется на самом деле. Когда животному жалко, да. Он язык, вот очень многие могут даже владельцы наблюдать, когда язык достаточно, так сказать, далеко высовывается из пасти. У этих животных этот процесс нарушен. Поэтому площадь, охлаждающая его собственного кондиционера, она меньше. Это первый момент. Второй момент. У них проблема с физиологической отдышкой. В связи с изменением строения воздухоносных путей, у них часто страдает дыхательная система. Все, у кого нос сплющенный. Все, у кого брахиоцефал, это все, у кого короткий нос. И как следствие, у них страдает воздухоносная вся система, вся бронхолегочная система в силу особенностей этого строения. И как следствие, страдает сердечно-сосудистая. То есть им экстремальные ситуации связаны. Счастья у нас много. Приходилось пользоваться всякими способами преодоления. Пили водички побольше, угощали мороженым. Но все же, несмотря на все старания владельцев домашних питомцев, отказаться от медицинской помощи не удалось. Наоборот, количество обращений в ветеринарной клинике по сравнению с прошлым годом возросло в несколько раз. Аномальная жара стала очень серьезной проблемой для возрастных животных, для сердечников, так как идет повышение давления, нарушение кровообращения, с которым не всегда животные могут самостоятельно справиться. С первыми признаками теплового удара к ветеринарам обращаются каждый день. Чаще всего обращались животные с природными предрасположенностями, с природным строением дыхательной системы. Это брахиоцефальные животные. Это собаки породы мопс, собаки породы пекинес, французский бульдог. То есть те, у которых так называемая приплюснутая марточка. В северной части России пик лета уже позади. Но кое-где пекло будет стоять еще весь август. Некоторые животные не смогли перенести аномальную жару. Вот такой сюжет с такими грустными словами в конце. Животных много погибло действительно в это лето. Скажите, пожалуйста, кто чаще всего, какие породы, не знаю, кошек, собак, чаще всего к вам обращались за помощью? Может быть, это были птицы? Ну вот сюжет как раз, доктор в этом сюжете, она как раз обозначила животных, которые наиболее склонны к проблемам, связанным с повышением температуры окружающей среды. Это связано с тем, что с особенностями физиологии собак. У собаки нет потовых желез. Охлаждается собака. Именно вот если мы сейчас говорим о собаках, да? Животное охлаждается через язык. То есть каким образом это происходит? Соответственно, открывается рот. Спасибо. Кажется, ой! Вот высовывается длинный язык, да. И, так сказать, учащенное дыхание, влажный язык является кондиционером собачьего организма. Небольшое количество потовых желез расположено на...